Привет! Добро пожаловать ко мне на канал! Это серия видео, посвященная теории о синтезаторах. А в данном видео мы поговорим о модульном синтезаторе. Также для моих подписчиков на Boosty будет доступна расширенная версия видео о модульных синтезаторах, так что подписывайтесь, поддержите меня. Сегодня мы поговорим о том, какие возможности у модульного синтезатора. Когда я впервые заинтересовался Eurorack в 2013 году, я подумал, что точно хочу собирать себе ящик и делать синтезатор своей мечты. Несмотря на то, что этих модулей было попросту не купить, желание было настолько сильным, что мне было не страшно заказать несколько модулей, дорогостоящих с другого конца света, хотя я толком и не понимал, что эти модули могут делать. Все, что тогда для меня было доступно, это мануалы к некоторым модулям и базовая теория субтрактивного синтеза. Чем модуляр лучше там или интереснее, я толком так и не понимал, пока не получил первые модули. Конечно же, основные преимущества модуляра я осознал лишь только тогда, когда эти модули у меня появились. Хотелось бы, конечно, покупать эти модули дешевле, но возможностей действительно не было. И на барахолках очень долгое время по запросу Еврорек выдавало лишь микшер от Берлинджера, что, конечно, придавало важности какой-то моему занятию. Возможности модуляра практически неограничены. Все это связано с тем, что, например, какой-нибудь модуль, осциллятор может быть не просто источником одного звука, а полноценным комплексным осциллятором, например, состоящим из двух волн, которые между собой могут модулироваться дополнительным каким-нибудь ЛФО, который может также взаимодействовать на эти генераторы. Различные выходы иметь, волноформ. Также иметь входы для их модуляции. Иногда там даже бывают фильтры встроенные. И это все может быть аналоговым осциллятором. Фильтры тоже могут быть непростые. Это не просто частота среза, например, и добротность, то есть резонанс. Во-первых, они могут быть стерео, иметь два входа и выхода. Все параметры эти могут модулироваться. Иметь, например, какие-нибудь страйки, импуты для триггеров, для того, чтобы влиять на тот или иной параметр посредством CV или, например, триггеров. Микшер может быть очень крутым. Иметь множество выходов, входов, которые могут панорамировать, быть, например, low-pass-гейтами или еще чем-то полезным и уникальным. И чем больше у вас модулей, возможности этого синтезатора увеличиваются. Вы можете отправлять звук с помощью каких-нибудь LFO или рендом-генераторов, например. Вы можете менять структуру этого звука. Здесь, наверное, лучше использовать синий, да, чтобы показать, что идет напряжение. Также какие-нибудь фанкшн-генераторы или clock-сорсы могут отдавать триггеры. И когда вы покупаете еще один новый модуль, все эти соединения также будут доступны и для других модулей. В этот момент ваш синтезатор становится максимально уникальным, а каждое соединение вырастает по прогрессивной шкале. Вы можете патчить их в различном алгоритме и добиваться просто невообразимых результатов. На данный момент очень популярны модули формата EUROREC. Они имеют шлейф-кабель сзади. Но чтобы его запитать, вам необходима такая плата питания. Обязательно смотрите, чтобы красный совпадал с красным. Это минус, он позволит вам не спалить модуль. Все это подключается в розетку. И все, ваш синтезатор готов. Также модули существуют и других форматов. Один из очень популярных форматов является модули буквы. На самом деле их очень ограниченное количество. Их немного. Но поскольку модуль буквы это уникальный тип синтеза, аддитивный, он был изобретен вдали от субтрактивного, он имеет спрос, является уникальным и по сей день для любителей аналогового синтеза. Эти модули также питаются шлейфом. Но в отличие от EUROREC модулей, они стоят очень дорого и доступны, конечно же, не всем. Сами модули EUROREC также стоят недешево. Они стоят дороже, чем обычный синтезатор. Но по сравнению с буклой, например, модули EUROREC стоят дешево и выбор их огромен. Очень много производителей сейчас производят различные модули. Цифровые, аналоговые, каких только нет. Имитации буквы есть. Например, модули, которые по своей функции похожи очень на модули буквы. Также есть в формате EUROREC. Поэтому большинство людей используют как раз таки EUROREC. А придумал его Dopfer. Это такой немецкий инженер. Он придумал такой формат для своих модулей. И впоследствии другие производители подхватили этот формат и начали использовать. Что дает возможность вам использовать различные модули различных производителей в одном EUROREC кейсе. Это очень удобно. Модули продаются без питания. Питание продается отдельно. И нужно смотреть мощность вашего питания, чтобы хватило для питания вашей будущей EUROREC системе. На сайте модуляргрид вы можете посмотреть, какой модуль сколько потребляет. Он измеряется в миллиампер. И соотнести это с питанием. Если ваше питание покроет тот объем миллиампер, который будет потреблять в вашем модуле, значит питание вам такое подойдет. Если не хватает, значит смотрите что-то помощнее. Вот такое неограниченное количество подключений вы сможете сделать в вашем EUROREC. Но нужно также понимать, чтобы получить обычный звук, из него необходимо как минимум соединить проводами эти модули. Если вы купите всего лишь один осциллятор, то этого будет недостаточно для того, чтобы создать базовую мелодию, как это можно сделать на обычном синтезаторе. Хотя стоимость одного осциллятора может быть очень похожей на стоимость целого синтезатора. Создавать синтезатор очень сложно. Нужно это прекрасно понимать. Недостаточно купить просто модули. Я же рекомендую покупать модули вообще не чаще, чем раз в месяц. За этот период вы сможете ознакомиться со всеми его функциями, дабы использовать их в последующем, когда вы соберете уже большую систему. И напротив, купив несколько, можно никогда не узнать о всех возможностях модуля в поисках большой ручки фильтра, который приносит мгновенное удовольствие. Кому интересна данная тема, смотрите развернутую версию этого видео. Она включает в себя еще 4 видео о модульных синтезаторах. Ссылка будет под видео. Там будут затронуты темы манипуляции с напряжением, контроллеры, функциональные генераторы, а также как модули взаимодействия друг с другом.